Тема гражданская война в Крыму, тема достаточно интересная и на первый взгляд, казалось бы, хорошо изученная. Однако, когда пришлось детально углубиться в проблемы, связанные с событиями 17-го, начала 20-х годов на территории Крымского полуострова, казалось, что ситуация здесь не такая простая. Некоторые укоренившиеся в литературе, в обыденном сознании сведения оказались обычными мифами, скажем так, традициями, красивыми рассказами. Ну, в советское время это героический штурм Перекопа, в постсоветское время это злобный белокун и землячка, которые тут одни виноваты в том, что произошло здесь с теми остатками армии Врангеля, гражданскими и военными чиновниками, хотя не только они. Поэтому я попытаюсь сегодня нарисовать общую картину событий тех лет, ну, с точки зрения, наверное, тех, на основе тех материалов, архивных, опубликованных документальных свидетельств, попытаемся разобраться, что происходило здесь в Крыму. Вначале поговорим о общей ситуации в Крыму до военных, скажем так, событий. Крым был не только, собственно, административно входил в Российскую империю, как, собственно, полуостров. Это часть большой Таврической губернии с тремя северными уездами. Все свидетельства от путеводителей до путешественников, в общем-то, и в научной литературе, всегда четко разделялось, собственно, полуостров и, собственно, вот эти вот три северных уезда. Как бы две неравные части. В каком плане неравные части? Северные уезды, степи, плодородные степи, зерновое хозяйство очень мощное, большой процент украинского населения. И вот, собственно, Крым. Вначале как бы продолжение степной Украины, Южной Украины, а потом предгорья, горное хозяйство и другой этнический состав. С преобладанием русского населения, крымско-татарского и много-много чего другого. Там до 34 национальностей насчитывали. В Крыму, там, еврейское население, Крым ходил в черту оседлости, очень значительная часть еврейского населения. Такие очень своеобразные этнические группы, Караим и Крымчики, не будем этногенеза их касаться. В Крыму был достаточно высокий процент поляков. Казалось бы, почему? Сильный край. До того, как появился Ливадийский дворец и Крым стал, так сказать, фактически летней такой резиденцией императора, это был сильный край, ссылались недовольных и так далее. Плюс переселенцы. Начиная со времен Екатерины, большой процент переселенцев, в том числе иностранных колонистов, прежде всего немцев. Это очень богатые, так сказать, хлебопроизводящие хозяйства. Это эстонцы. Ну, еще армяне, болгары, греки, ну и так далее и тому подобное. То есть такой пестрый этнический состав. Это очень важно для того, чтобы понимать дальнейшие события. Если говорить о, собственно, Крымском полуострове, то точимся больше на истории именно этого региона. Промышленность. В принципе, Севастопольский морской завод, самое крупное производство, и Керченский металлургический завод. Все остальное, мелкое, чуть-чуть выше среднего, консервы, виноделия, вот такие вот производства. Ну, скажем так, легкой пищевой промышленности, табачные производства. Керчь и Феодосия, производство папирос, фабрики Мисаксуди, Стамболи. Вот, достаточно, так сказать, крупные. Но это, так сказать, в целом промышленность не доминировала и вот оставалась, скажем, такой вот своеобразной обслуживающей отраслью. Сельское хозяйство. Зерноводство, да, в Степном Крыму, плюс специфика виноградарства, ну, я уже говорил о виноделии, связанной с ним, овцеводство и животноводство в целом. И вот тут тоже очень своеобразный момент, если посмотреть по этническому составу, я говорю, немцы-колонисты, это мощные зерновые хозяйства, это высокопродуктивное животноводство. Крымские татары, очень слабые хозяйства, барашки, на южном берегу небольшие виноградники, довольно достаточно слабые в экономическом плане. Я почему сейчас буду об этом дальше говорить, это будет понятно, некоторые события, которые происходили. Греки, традиционные отрасли рыболовства. Центр Балаклава, прекрасно написанный Куприным, Листригоны знаменитые. Вот, огромное количество из этих греков, всякого припортового людо. Это и грузчики, и разнорабочие, и чернорабочие. В целом были, конечно, зажиточные фигуры, но вот эта портовая, так сказать, и балаклавская публика, рыбаки, сопутствующие, так сказать, профессии, это достаточно большой процент населения. Крымские татары, значительная часть просто бедноты, которые владели очень маленькими хозяйствами, слабенькими хозяйствами, плюс постоянно шел процесс вытеснения, передела земли, либо свои, значит, диноплеменники хитростями отбирали у них, и в конце концов превращали их в арендаторов, либо богатые, так сказать, русские землевладельцы, всякими правдами, неправдами, их, так сказать, вытесняли отсюда. Отсюда какое-то своеобразное недовольство, хотя надо понимать специфику мусульманского населения, покорности, судьбе, консервации, традиционных отношений. Но если мы будем говорить сейчас о крымских татарах, а дальше придется о них достаточно много говорить, я отмечу роль Исмаила Гаспринского. Несомненно, крупнейшая фигура, человек, получивший достаточно хорошее образование, который занялся очень важным вопросом в конце 19 века, просвещением крымско-татарского, не только крымско-татарского народа, их более шире, деятельность Гаспринского достаточно широкая для тюркского населения и России, и не только России. Учитывая, что он бывал и за границей, и много чего видел, чего знал, газета «Терджиман» знаменитая, которая выходила, это создание целой плеяды последователей, просветителей, это создание новых медресеней, вот этой схоластической науки, которая там процветала, новометодной их называли. Это реформа фактически крымско-татарского образования. Причем он еще был администратом, он был в какой-то период городским головой Бахчисарая. Человек, который умел находить, так сказать, контакты с властями, и умел продвигать свои идеи, надо дать должное его дипломатическим талантам. И главное, что он сделал, я еще раз говорю, он воспитал целую плеяду этих молодых учителей, преподавателей, которые потом сыграли достаточно весомую роль в дальнейших событиях. В целом же крымско-татарское население оставалось во многом покорным, тихим, очень сильно консервативным, плюс религиозная среда, потому что то магометанское правление, которое началось полностью с властями, было абсолютно, так сказать, лояльно к властям, в общем-то проводило вот такую политику ничего нового, тормозить консервативные такие вот моменты, элементы. В принципе, край был достаточно спокоен, хотя стал демократические организации, и эсеровские появились уже с начала 20 века, но были достаточно малочисленные. Достаточно малочисленные, и как бы не играли какую-то определенную роль. Проходили демонстрации, первомайская демонстрация, которую, кстати, еврейские революционеры в Симферополе организовали, но это была экзотика скорее для Крыма. Курорт, приезд богатой публики, бурное развитие южного берега Крыма, значит, виллы, дворцы, ну, приезд императорской семьи, это же сразу же курортная Ялта, очень дорогая, вот в центре города и достаточно, так сказать, бедные кварталы по окраинам. Севастополь, город фактически европейский, построенный как база Черноморского флота, после отмены ограничений, связанных с Крымской войной, очень бурное развитие. Флот, широкие улицы, дамы, как писали путеводители, по нарядам не отличаются от петербургских, то есть такая, как сказать, европейская цивилизация. В то же время очень консервативный Карасубазар, нынешний Белогозбургский, сарай с узкими улочками, с высокими заборами, с своеобразным населением. Вот, промышленная морская Керчь, плюс еще металлургический завод, здесь курортная Ялта, курортное побережье. Вот такой вот своеобразный регион, где ничего, казалось бы, не предвещало каких-то бурных событий. Вот, первый звоночек прозвенел во время революции 5-7-х годов. Вот тут Крым столкнулся с тем, чем он не сталкивался никогда. Ну, во-первых, вооруженные выступления в Севастополе знаменитое. Не буду подробно останавливаться. Крейсер Очаков, лейтенант Шмидт. Лейтенант Шмидт интересный человек, такой, скажем, романтик, революционный, с хорошими побуждениями, но не более чем, но и с трагической судьбой. Понятно, что там происходило. И еще страшная вещь для Крыма, очень нехарактерная, вот в этой вот пестроте межнациональных, так сказать, состава, еврейские погромы. Они были очень серьезные. Это Симферополь, Феодосия, с жертвами, с убийствами, с каким-то дичайшим озверением, которое здесь произведено. Они как бы нехарактерны для Южного края, в общем-то, спокойного вот такого вот региона. Вообще, у меня сложилось впечатление, занимаясь в целом, как бы, историей Крыма и по должности, складывается впечатление, что Крым испытывал спокойствие обычно в империях. Вот когда была имперская власть, она была сильной, действовали законы, были соответствующие системы упреждения давления. Это было спокойно, тихо и прекрасно. Стоило только центральной власти сшататься, вот всяческие противоречия проблемы в Крыму начинали вырастать до невидимых размеров и зачастую до озверения. Я сейчас буду рассказывать о дальнейших событиях, очень неприятных, 18-го года, где межэтническая рост тоже дошла до крайности. Вот такая, так сказать, специфическая роль региона. Ну, Крым прославился и некоторыми терактами, покушением на знаменитого, так сказать, главначальствующего Ялты уезда Думбадзе. Помним, Золотого Теленка, Воробьева, монархиста, которому снился, сей самой Думбадзе. Вот его чуть в Ялте не убили, было покушение, но неудачное. Потом знаменитый Савенков, покушение в Севастополе, тоже неудачное, но интереснейший побег из тюрьмы. Взрыв вообще севастопольской тюрьмы, где целая группа революционеров не только сбежал, это такой интересный тоже случай, там Антон Овсеенко оказался среди заключенных, в то время меньшевик. То есть и такие тут вещи проходили. Революция 5-8 года, тут во всей красе у нас и вооруженные восстания, и погромы, и выступления, и теракты, и побеги. Тут это отдельная тема революции 5-го года, пока ее не будем касаться, она очень важна для понимания дальнейших событий. А вот потом Крым погружается в такой период спокойствия и процветания. Ну, первой мировой войны, вот если мы пройдем по улицам Крымских городов, Симферополь, центр, видите, огромные здания, кинотеатр модерн, огромнейший, вот сейчас кинотеатр имени Шевченко, или там банк в центре Симферополя. Бурнейшее опять освоение южного берега Крыма, тот же самый Севастополь. Ну, в общем, край переживает период подъема. Кстати, Таврическая губерния, но это исключает северные уезды, благодарим, если не ошибаюсь, выходит на второе место в России по производству товарного зерна. То есть, и сельское хозяйство, плюс традиционное развитие садоводства на базе консервной промышленности, там, братья Шишман, фабрика абрикосов, ХНМ. Кстати, большую роль вот и в садоводстве, и в производстве консервов, Шишман и назвал, играли караимы. Достаточно маленькая этническая группа, но весьма экономически активная, вот, которая крупные предприниматели здесь появляются, не только крымского уровня, но и достаточно влиятельные на территории Российской империи. Казалось бы, да, всякие революционные движения, выступления сходят полностью на нет, их просто не существует, какие-то отдельные группки, там, социал-демократов, Левы и Серов, где-то в подполье существуют. Для этого национальные движения, социальные движения им интересны, революция пятого года очень активизировала крымско-татарское национальное движение. Для молодежи Гаспринский показался уже стариком и консерватором, на арену выходят молодые силы. Вот назовем фамилию Медиева, Решита Медиева из Коросу Базара, который начинает создавать газету «Ватан Хадеми» «Служение Отечеству» с таким вот эсеровским привкусом. Медиев попадает в Госдуму, избирается во Вторую Государственную Думу, выступает там с речью, даже Ленин обратил внимание на его выступление достаточно активное, там, по вопросу земельных отношений. Но рано он ушел из жизни. Но, тем не менее, оживление идет. Крымские татары, которые обучаются в Константинополе, в кружках активизируют, начинается деятельность общественная там таких будущих известных деятелей, как Чилиби Джихана или Чилибиева в русской транскрипции, Джафера Сейдамета и многих-многих других. Плюс вот эти вот самые молодые преподаватели в новометодных школах, они тоже продвигают идеи уже национального не просто просвещения, а национального освобождения с вот такими даже революционными порывами. Хотя, тоже сложно. Понятно, что традиционалистам это все очень не нравилось. Был такой крымско-татарский поэт Тахтар Газы, прогрессивное направление, решительный, сочный человек, тоже преподаватель, сторонник прогресса и просвещения, просто был убит реакционерами из своей среды, потому что взгляды прогрессивные далеко не всем нравились. И огромное количество консервативных мул, понятно, всячески протировано с внедрением в эту среду каких-то вот идей. Еще из этого периода до Первой мировой войны надо отметить еще одного персонажа, он всплыл на Крымской арене, это Дмитрий Ильич Ульянов. Родной брат Владимира Ильича Ленина, скромный санитарный врач Феодосийского уезда. Честно говоря, вот этот персонаж из многих персонажей гражданской арены мне очень симпатичен. Припрочив Крым, он кусил все прелести южной жизни. Вино, женщины, милейший человек, все отзывы его характеризуют как душу компании. Ну тут полный правоподобложен Владимир Ильич Ленин. Жизнелюб. Я дальше про него буду рассказывать, потому что в 19-м году он неожиданно вызывает крымское правительство к своему собственному удивлению. Ну слава Богу, ну вот такой милый человек. Кстати, в Первую мировую войну, когда началась, призвали в армию, делал погоны, служил военврачом, там продвижение по службе шли, награды какие-то получал там по службе. Ну, не знаю, в старых советских зданиях проходило, что он там вел какую-то религиозную работу. Что-то глубокое у меня сомнение, что он вел эту работу. Слишком как-то он любил жизнь, да и нигде не проходил. Ну, может там по надзорам полиции состоял где-нибудь, вот, но какой-то бурной деятельности его никак она не замечалась. Уполнял свои обязанности санитарного врача, получал удовольствие по полной программе и, в общем-то, такой вот милый южный человек с таким как-то удивительным, что вот Крыму он как бы себя тут нашел и, видно, очень неплохо чувствовал. И тут грянула Первая мировая война. Крым оказался как бы в эпицентре событий, поскольку в октябре 2014 года неожиданно турки в изъявлении войны начали обстреливать Севастополь. Знаменитые немецкие корабли Гибин и Бреслау, которые были эффективно проданы Турции. Два корабля наводили тут ужас на все побережье Черноморского флота. Командующий Черноморским флотом на то время Эббенгард оказался человеком не слишком решительным. Получился абсурд, что весь Черноморский флот фактически как бы не то, что он там боялся этих двух кораблей, но он не мог двум этим кораблям ничего серьезного сделать. Безнаказанно совершали рейты, то Феодосию обстреляют, то Ялту обстреляют, то еще что-нибудь там потопят. Вот такие два рейдера мотались по Черному морю, наводя, так сказать, страх и ужас. В общем-то, практически безнаказанно. Там пару раз их пытались поймать, почти настигли, но ничего как бы не получалось. Хотя, как тоже известный факт, в Крыму оказался очень энергичный вице-адмирал Колчак, тот самый знаменитый Колчак, который, в общем-то, начал заниматься серьезными вещами. Блокирован фактически был Босфор, Гебин и Бреславу загнали туда, так сказать, в Черноморский пролив, уж у меня оттуда сильно не высовывались, и подумывали о серьезнейшей операции по десантированию и водружении креста на Святой Софии. Кто знает, как в этом ситуации дальше продолжалось, потому что, судя, так сказать, по Колчаку, энергии в нем хватало. Учитывая, что Черноморский флот провел очень успешную трапезунскую операцию с высадкой десанта, опыт уже какой-то появляется. Тем более появляются и корабли нового класса. Знаменитая трагическая императрица Мария, к сожалению, которая была, взорвалась прямо, корабль взорвался в Севастополе, там темная история. Есть у меня большие подозрения, что германская агентура, она не дремала, она работала. Кстати, тоже интересная штука, вот как различные национальности в Крыму отнеслись к Первой мировой войне. Значит, власти сразу же, что тут в Крыму началось, это высылки неблагонадежного элемента. Кого? Турецких подданных, иностранно подданных, австрийских и германских. Заволжские губернии. Подозрения к немцам, хотя крымские немцы, в общем-то, лояльно отнеслись к событиям. Значит, там и деньги собирались, и раненым помощь оказывалась, и так далее, и тому подобное. Но вот мелькало кое-где в литературе, что вроде бы германские самолеты разведывательные приземлялись на территории Крыма. Не знаю. Может быть, и приземлялись, может быть, и не приземлялись. Кто их там знает, может быть, где-нибудь из Болгарии, потом, когда Румыния была немцами оккупирована, может, что-то сюда и долетало. Но вот проходил с ним в архиве видеть всякие неприятные дела, связанные с немецким населением. До тех пор, пока Румыния была нейтральная, что происходило? Местная, так сказать, жандармия раскрыла дело, как крымское зерно, попадая в Румынию, уходило в Австралию. То есть, вот с немецкими группами, тут колонистами, предпринимателями. Ну, я не думаю, что может быть элемент какой-то слишком любви к, так сказать, к рейху, а возможно, это просто был экономический интерес, где кое-кто хорошо получал и на этом, так сказать, наваривал большие барыши на этой операции. Но она была раскрыта. Другое, вот подождение к немцам, оно выливалось в то, что начали ограничивать немецкое землевладение. И как только стали всяческие препятствия в отношении немцев, начинается кое-где сгон их земли, понимаете, рентабельные хозяйства, они сразу начали, то есть прекратилась обработка земли, это было достаточно серьезно ударило по экономике. Плюс по экономике что еще ударило? Призыв в армию. Понятно, мужчины, рабочие силы, лошади. Но, с чем старались заполнять лакуну? Военнопленными. Австрийскими, немецкими, они работали здесь в крымских хозяйствах. следы их до 20-х годов тянулись. Они тут кое-кто оседал, им тут нравилось, и как бы они тут, потом их отсюда приходилось даже как бы принудительно выселять, что слишком они тут укоренились. Еще один момент, очень важный, Первой мировой войны, это события в Турции. Армянский вопрос, то, что там произошло, это резня, понятно, что армяне бежали, в том числе не бежали Крым. И с соответствующими настроениями, очень антитурецкими, я бы сказал, антиисламскими, плюс греки, которые там тоже столкнулись с неприятностями. И тоже как бы воспринимали события в Турции, как резня христиан. Такое это, в общем-то, и было, и это попадало на местное христианское население, вот, особенно армяны, особенно греки, я сейчас объясню, чем это потом, так сказать, закончится, очень неприятные, плюс беженцы, которые были носителями этих самых вот настроений. Экономика. Своебразное тоже развитие экономики происходило в Крыму. Советская историография давала, ну, все было плохо. Все. Нет, было, что-то было плохо, что-то было хорошо. Да, Керчетский металлургический завод остановился, действительно. Но, с другой стороны, военные заказы на Севастопольский морской завод. С другой стороны, бурнейшее развитие производства табачных изделий. Армия требовала папирос, табак Крыму выращивали, и вперед. Месоксуди, Стамболи, фабрики так работали. Вот. В Крыму появляется новая железная дорога. В 15-м году в Симферополе и в Паторе. И в Паторе превращается в мощнейший госпиталь-курорт для выздоровления военнослужащих. Плюс в САКах появляется химический завод, который занимался, в том числе, производством отравляющих газов. Туда прокладывается железная дорога в короткий слог действует до настоящего времени. Так что вот такое что-то где-то снижалось, что-то где-то развивалось. Хотя понятно, что был и Росцен, и было определенное недовольство населения, но, скажем так, то недовольство, которое не выражалось во что-то грандиозное, серьезное. Жандармы работали. И тут грянул февраль. До Крыма это докатилось позже, никаких тут особых движений-то не было, никто ничего не штурмовал, не захватывал. Тихенько отстранили исполняющие обязанности Таврического губернатора, появляется губернский комиссар Временного правительства, вначале это был Яков Тарасич Харченко, потом его начали обвинять всяких крупных, производителей, так сказать, тоже поставщик хлеба, но начали обвинять его в махинациях, проследовали, потом оказалось, что ничего, в общем-то, такого серьезного не накладил. Но, тем не менее, его заменили довольно энергичным человеком, Николаем Николаевичем Богдановым, кадетом, бывшим депутатом тоже Государственной Думы, было у него тут имение в Семиизе, даже сохранились здания, где, так сказать, его малый Богдан, и большой Богдан, его, так сказать, вилы. Интересный такой человек, внешним такой вот крупный, срешительный достаточно, а вот в каком-то плане, может быть, Крыму и повезло, что такой человек получился. И вот тут начинается, через некоторое время сюда приходят идеи свободы, и пошло-поехало. Партии какие угодно всплывают, их тут кучи, десятки, польские стал демократы, караимы, маленькие караимы пытаются создать свою партию, делают уста. Вот коллега мой, Дмитрий Прохоров, в архиве с удивлением обнаружил, вдруг, что караимы решили создать свою партию. Кто их тогда только не создавал. Тут такое движение пошло. Партии 30-й стал демократов, эсеров, крымские татары начинают создавать свои политические организации. Но в Крымско-катарской среде вот что было главное. Вот тот консерватизм, который был при империи, теперь его молодежь начинает, пользуясь революционными событиями, просто свергать. Собирается мусульманский съезд, и неожиданно избирается, выбирается муфтием Чилиби Джихан. Я уже называл эту фамилию из молодых энергичных революционеров, склонных к поэтическому творчеству. Он писал стихи, такой революционный романтик, вдруг становится муфтием. И создается орган, мусульманский исполнительный комитет, где начинают доминировать молодые радикалы. Понятно, что традиционалисты не сдаются, они пытаются сделать что-то свое, но времени их. Радикалы заправляют в мусульманском исполкоме. В Крыму появляется Сейдомед, который успел даже послужить в армии русской. Начинается, так сказать, очень активность вот этого мусульманского комитета. Создаются свои органы на местах, местные мусульманские исполкомы. И фактически мусульманский исполком начинает руководить вообще жизнью крымских татар на полуострове. Ну, понятно, что же являются и другие различные там национальные силы. Самая мощная партия это социалисты-революционеры, эсеры. Их довольно в Крыму тут много. Очень интересный персонаж жил в Севастополе, Никонов. Один из тех, кто поддерживал добрые отношения с Александром Ульяновым. Проходил по делу. Там, так сказать, можно сказать, герой. Подвергался разного рода репрессиям. Вот он, видный эсер в Крыму. Целый ряд других тут деятелей. Меньшевики достаточно активные в рабочем движении Крыма. Ведут тут активную деятельность. Значит, создаются советы. И понятно, что меньшевики и эсеры, и меньшевики начинают доминировать в этих советах. Что большевики? Большевиков в Крыму почти нет. Единицы. Буквально вот на весь Крым там десяток человек. В Москве, извините, в Петрограде это понимают. Рукоиде большевистской партии. Что в Крыму, я говорил, рабочего класса мало. Работаем вести трудно. Плюс многонациональный состав. И петроградские товарищи принимают решение усилить крымских большевиков. Сюда приезжают эмиссары из центра. Агитаторы, пропагандисты. Причем пытаются решить две вещи. Некоторых людей сюда посылают как бы на отдых. Вот Говен. Дальше он будет играть большую дауну настоящую фамилию. Латыш. Большую роль в крымских событиях. Он инвалид. Как бы южный климат, учитывая вот это, его вот сюда тоже направляют. Но пока большевики очень слабо заметны. Что делает Колчак в этой ситуации? До поры до времени он держит дисциплину. Пытается влиять на события и даже как бы склонен помогать и формировать тамошний Севастопольский совет. Но это до поры до времени. К лету ситуация начинает меняться. Ну, во-первых, общая российская ситуация она меняется. Радикализируется все и вся. Эйфория как бы продолжается. Но вопросов больше и больше. Да, еще один момент интересный. Кадеты. Очень мощная организация Кадеты. Я уже назвал Богданова, который губернский комиссар здесь в Крыму. И будет такой еще скоро сыграть большую роль в крымской истории Соломон Самуилович. Крым, Караим. Это российский землевладелец. Тоже человек очень интересный. Самобытный. Он скоро вот-вот выйдет на арену в полном, так сказать, масштабе. И многие-многие другие. Вот Кадетская партия тоже в Крыму достаточно активно действует. А скоро она усилится еще беженцами с севера. Как вот большевики, направляемые сюда ЦК большевистской партии эмиссаров усиливались, так вот усилятся кадеты. Но уже не потому, что их сюда направляло, а потому, что они просто сюда бежали. Но это будет чуть позже. Пока же кадеты представляются в городских самоуправлениях, в советах меньшевики и эсеры. Но общая ситуация в России, опытность большевистской демагогии. Да, еще момент. Борьба за Черноморский флот. Вообще, начинается всеобщая борьба за армию. Кто тут что-то где-то будет командовать. На Украине, вы знаете, создаются украинские полки. Они и в Крыму появляются, в частности, в Феодосии. Крымские татары тоже начинают говорить о национальных своих полках. И вот тут Челебиев делает одну не очень так сказать правильную вещь. Он вдруг призывает на религиозный праздник крымских татар-солдат идти, так сказать, по домам отдыхать. Это же война. Контрразведка тут же его обвиняет в антивоенной, так сказать, деятельности. Его арестовывают вместе с прапорщиком Шабаровым, татарином, везут в Севастополь. Но это вызывает просто гнев мусульманских исполнительного комитета во всей красе. Начинается бурное движение. Обвиняют в этом Богданова, что это он организовал, хотя это армейские, так сказать, круги были. Но вот с этого момента между крымскими татарами, кадетами и Богдановым, в частности, пролегает глубокая пропасть и полное недоверие. Потом это сыграет свою роль. Челебиеву пришлось допустить, потому что это вызвало всеобщее недоразумение. Крымско-татарские части в Крыму появляются, формируются и действуют. А на Черноморском флоте ведут борьбу. Украинская уже сравнивается с Центральной Радой, анархисты, и очень умно делают большевики, которые сосредоточились на флоте. А так у них пропагандистка Островская, очень активно работающая в этой среде, умеющая зажечь, ну и не только она, и многие-многие другие. Большевики начинают создавать свои организации ячейки по городам Крыма, хотя их мало, они очень активны и становятся заметны на крымской политической арене. Благодаря во многом вот этим вот товарищам с севера, которые умели и организовывать, умели и выступать, умели и вдохновлять, а общая ситуация тому способствовала. Черноморский флот через некоторых, ну Колчака, как известно, отсюда фактически выжили. Он уехал отсюда, бросив, говорят там, свой кортик в море. Вот. Там была целая куча легенд, потому что он там до сих пор лежит, его можно найти. Не думаю. Значит, борьба за флот. Большевики тут вместе с анархистами, в общем-то, начинают получать определенных сторонников. Помимо еще и Центральной Рады, где целые корабли, в общем-то, начинают признавать Центральной Рады, потому что призыв шел во многом с Украины и украиноязычных матросов здесь было достаточно предостаточно. Вот такая складывается ситуация. Но, тем не менее, Крым еще более-менее живет. Хотя ситуация ухудшается. Что-то останавливается, пошел бандитизм, разгул, и тут события октября 2017 года. В Крыму их вначале, как всегда, не заметили, далеко. Патриотские большевики вдруг осудили октябрьский переворот неожиданно, там группа Елагина такая была. Что же это такое? Это же не демократично, как это можно? Ну, потом мозги вправили, так сказать, что и как делать дальше. Но тут складывается другая ситуация. После октября что делать Крыму? Центральная Рада 7 октября 2017 года объявляет третьим универсалом создание Украинской Народной Республики, но без Крыма. Это очень важный момент. Тут работают же и крымские татары тоже. И, видимо, были определенные соглашения, договоренности, что Крым как бы останется сам по себе. В целом, что Центральная Рада вот это крымские события как бы пока тогда лезть не желала. Без Крыма это очень важное решение. А что делать Крыму? Крыму нужно определяться. От России у нас трезвен фактически сейчас Украиной. Что делать здесь? И вот тут начинаются всякие, так сказать, движения-передвижения. В конце концов собираются представители партии, общественных организаций, националов. Даже там небольшие национальные квоты были от эстонцев. Крымчики квоту там получили. Немцы. Ну, крымские татары как от партии вошли, и от общественных организаций вошли, так вошли. и, значит, просто квотирование было. Объявляется такой высший орган власти Совет Народных Представителей СНК. Большевики сюда не входили, кадеты сюда не входили. Кадеты уже были эрекционные на тот момент, считались, а большевики слишком радикальны вместе с анархистами. Вот первый орган власти Совет Народных Представителей. Орган оказался абсолютно нежизнеспособным. Болтовня, демагогия, ну, и как очень многое в то время. Крымские татары, они выходят на проведение своего съезда и формируют свой орган под названием Директория, Совет Директоров. Формируется впервые на территории Крыма Конституция, в которой прозглашается Крымская в разных источниках она Народная либо Демократическая Республика. Своеобразная такая вот Республика прозглашается, которая фактически осталась на бумаге, как и Конституция. Во главе Республики вот тут самый Муфтичий Лебиев и Джофер Сейдамет. Ну, любопытно, что Совет Народных Представителей Директории находит общий язык. В чем? В формировании вооруженных сил. Крымско-татарские части, русские офицеры, которые здесь есть в Крыму, это дает возможность части формировать. А тем временем ситуация на Черноморском флоте становится катастрофическая. Анархисты и большевики такие свои агитации добились. У них есть уже целые суда, целые судовые команды. Уже там ситуация такая, что вот эта вот масса украинцев вытесняется на Украину основная, часть их здесь под разными, так сказать, предлогами, а здесь начинает заправлять вот эта сила. Флот, понятно, что в море уже давно не выходит, митинги. Варите Черноморского флота принимают участие в событиях на Дону. Кое-какие группы добираются до Киева, даже моряков. Они начинают тут на юге проводить активную бурную деятельность. И к декабрю месяца ситуация доходит до крайности. Четких два лагеря. Севастополь, где формируется военно-революционный комитет, и остальной Крым, где формально власть Совета народных представителей в координации с директорией. Понятно, что эти силы в мире жить не могли. В декабре начинаются вооруженные столкновения. И, кстати, в Крыму оказался в качестве беженца Петр Николаевич Врангель. Поскольку, значит, опытные военные деятели его призывают принять участие в формировании частей, воевать с большевиками, вообще напасть на Севастополь. И вот он оставил в мемуарах, что поговорил с местным Наполеоном по фамилии Сидомет. Полная авантюра, понятно, конечно, что все плохо, не хочу участвовать и не буду. Уехал там в свой домик под Ялтой, тихо там жил. Но действительно попытались пойти на Севастополь. И вот эти вот отряды моряков, не потерявшись боеспособности, даванули и пошло-поехало. В Севастополе восстание. У нас в Севастополе, кстати, вот еще раз в Симферополе к Первой мировой войне появилось авиационное производство. Авиационный самолетостроительный завод «Анатора». И вот рабочие этого завода, часть других, тут начинается выступление. Части, противодействующие большевикам, крайне слабые, неорганизованные, несостыкованные. Практически они были разбиты. Офицеры побежали прятаться по лесам. Крымско-Атарские деятели тоже начали прятаться. Сейдомед уехал вообще через Украину, потом попал в Турцию. Челеби, который в январе уже 2018 года попытался искать союз с большевиками, найти компромисс, был отстранен на деятельности, был арестован и впоследствии расстрелян. Вот такая вот ситуация сложилась. 23 февраля, кстати, в известный день расстреляли Челеби во Севастопольской тюрьме. Без суда, это я сейчас отдельно расскажу. Дальше на кораблях высаживаются десанты в городах Крыма. И, в общем-то, к январю большевики в союзе с анархистами, левыми эсерами захватывают у вас Крыму. Вот тут начинаются очень мрачные дела. Вот тут самая первая, ну, первая волна террора это еще декабрьская, там она по Севастополю была заметна, потом во время этих боев стреляли неугодных кого угодно и как угодно. И потом знаменитая трагедия февральская, знаменитые обращения Ленина социалистическое отечество в опасности, оно доходит до Крыма. И вот тут севастопольские матросики погуляли во всей красе. Били правых, виновных, прежде всего, офицеров всех национальностей, кого угодно. Челебиева, который в этой тюрьме сидел, его тут же расстреляли со всеми вместе. Пошло-поехало, Симферополь погрома, священникам досталось, предпринимателям досталось, в общем, вакханалия полнейшая. Тем более, у власти оказались люди очень далекие от элементов управления, управлять не могли. Ну, подробно тут времени просто нет рассказа, очень удовлетворили, и хорошего тут ничего не было. То есть, заводы, предпроизводство установило все, что можно установиться, вакханалия, безвластия, анархия. Тут в Симферополе отряд Шмакова творил, что хотел, от которого потом пришлось и большевикам избавляться. И вот эти погромы, особенно страшные в Севастополе. Ну, человек шестьсот, наверное, поубивали в то время. Ну, и в Патарийской трагедии, на кораблях, эти жуткие вот события, которые там происходили. Вот. Но в Севастополе что оказалось? Тамошние все-таки большевики опытные, понимали, что такое не должно быть. Это вообще развал всего. Они начали эти погромы, пытались ввести, так сказать, в какое-то русло и в конце концов закончить. Плюс севастопольские рабочие пригласили за бастовкой. Слава Богу, они там были. Но, тем не менее, дальше отдельные убийства продолжались. Да, на этом фоне немецкое наступление в Крыму формируется социалистическая советская республика Тавриды. Вначале даже у нее были включены уезды Северной Таврии, но потом решили ограничиться территорией Крыма. Длительный вопрос и сложный вопрос, как она формировалась. Тут была и местная инициатива, и центра, и переговоры с его севастопольским Сталином, тогда наркомом по иностранным делам, который, в общем-то, дал добро на создание этой республики. Республика как бы де-факто входила в РСФСР, но де-юре считалась как бы самостоятельной, даже пыталась там вести некую самостоятельную внешнеполитическую деятельность. Ну, не в очень-то серьезных, так сказать, масштабах. Но судьба этой республики была трагическая. Немецкое наступление, опять не будем говорить, насколько это нарушало Брестский мир, нарушало, Черноморский флот немцев интересовал. Тем паче, моряки приняли участие в событиях в Херсоне-Николаеве, где пытались противодействовать немецкому наступлению. Но к этому времени флот развалился практически полностью, корабли были небоеспособны. Не буду говорить об этой эпопее с Новороссийскому. Вот флота, частичное затопление, часть возвращения. Флот пытался поднять украинские флаги, думая, что немцы не тронули. Нет, тронули. По 1 мая там все украинские флаги были сняты, заменены германскими. Немцам тут не надо было. Кстати, украинские части вместе с немцами вошли в Крым, но тут же были отсюда выведены. Немцы решили управлять Крымом сами. Да, во время этих всех событий, это конец апреля 1918 года, проявилась вот эта вот национальная междоусобица. Крымские татары подняли восстание в Горном Крыму и на Южном берегу против большевиков. Большевиками не отоживали греков. Понятно, что греческая беднота во многом симпатизировала большевикам и кончилось это все просто грандиознейшей резнёй. Есть свидетельские показания, даже фотографии мне пыталось видеть от того, что там творилось. Резали, просто резали греков, заодно христиан армянам досталось, где-то русским досталось. Еще жили лет 10 над очевидцами этих событий. Мне удалось с кем поговорить. Вот у тебя пристройка к дому закрывает вид на мечеть, а ты безбожник, мы тебя убьем. Буквально так. Но большевиков еще были силы, еще немцы не оккупировали весь Крым. Кстати, интересный факт такой смешной. Значит, украинский отряд врывается в Алушту, движется по Южно-Грежному соседу в сторону Ялты вместе с повстанцами крымскими татарами. Вперед, сейчас захватим Ялту, все хорошо и на пути винный склад. Украинские товарищи туда заходят и все. Наступление остановилось. А тут высаживаются большевики, в Ялте происходит самое настоящее там возле Ялты сражение. Вперед, а вот тут наступает месть. Озверевшие матросы со зверевшими греками такое стали чудить. Теперь это все испытали крымские татары в этой межнациональной резне. Потом вошли немцы, резня закончилась, но фактически татары греков с Южного берега практически выселили. Есть описание, как отсюда входили, целые обозы со скарбом, уходили подальше в города, потому что вот эта рознь страшная, которая здесь произошла, вот такой элемент гражданского иного, он очень хорошо отражен в крымских архивах. Что делать немцам Крым? Он управляет как колонией, ну слабенькие сюда чисто немецкие части вошли. Большевиков они, понятно, придавили. Сделать ставку на колонистов, казалось бы, разумный ход. Начали обращаться, выясняется, что колонистов не тут так много, и чисто на них ставку не проходит, да их лидеры не рвутся управлять Крымом. Крымские татары, Сейдомет возвращается из Турции, правда его немецкое командование блокирует, начинает с ними вести работу, ставит ему определенные условия, рамки, он тут начинает рассказывать о великом Вильгельме, спасителе нации, гении, немцы, все прекрасно, все хорошо, но опять-таки, одни крымские татары меганациональным Крымом управлять не могут. Хотя хорошо тогда Волошин написал Максимилиан, что Крым с его огромным количеством национальностей, он сам по себе существовать не может, ему нужен завоеватель, чтобы найти какой-то, ну то, что я начал говорить, какой-то стержень, какая-то империя, вот в немцах Волошин увидел вот элемент какой-то стабильности, в общем-то, он прав оказался. Крымские татары попытался сейдомет какую-то коалицию с наш катетом идти на поклон, договариваться, не хотят катеты идти, единая, неделимая, великая Россия, немцы, не хочется, социал-демократы, эсеры, но это вообще, считай, революционеры, тоже не получается. И тут всплывает очень интересный персонаж, Мацея Александрович Сулькевич, татарин, но литовский, генерал-лейтенант русской армии, в Крыму бывал, тут в свое время в 12-м году пропагандировал памятники Кутузову, вот делать такой вот, член даже Таврического ученого архивной комиссии. Интересный человек, нашли с ним контакт немцы, предложили ему создать правительство, он согласился, вот, предложили включить русских обязательно, немцев, посреди немцев, колонистов крымских, и крымских татар, в частности, того же Сейдомета. Получил он должность министра странных дел. Интересное правительство, первое крымское правовое правительство. Понятно, на немецких штыках держится, с какими-то элементами автономного управления, но с очень сильным контролем немцев сверху. То есть, шаг влево, шаг вправо, нельзя, надо согласовывать все с командованием. Что тут с этим правительством случилось? Конечно, ситуация успокоилась, устаканилась, что-то заработало, что-то стало функциклировать, тут еще плюс огромное количество русских беженцев, вот тут появляются выдающиеся деятели кадетов, Набоков и Венавер, крупные такие деятели, тут вдруг Таврический университет формируется при немецкой оккупации в 1918 году. Почему вдруг? Потому что огромное количество профессур, и тот же самый Владимир Вернадский оказался в Крыму. И, казалось бы, такой своеобразный расцвет наступает по сравнению с остальной Россией. Плюс немцы гарантируют порядок и покой. И тут вдруг Сулькевич, а, Сулькевич сторонник государственности, тут флаг разрабатывает, герб разрабатывает, в чем пытается сочетать крымско-татарский флаг голубой с двуглавым орлом. В результате ему кадеты говорят, что ж ты делаешь, ты же нашего орла, куда? Крымский татар говорит, куда ты, наше святое знамя Тамерлана, вернее, Чингиза, сюда орла какого-то вешаешь. В то время крымские татары считали, что их традиции государственности идут от Курултая Чингисхана. Это открыто писала крымско-татарская пресса. Вот, не получается. Плюс Украина, пограничные конфликты. Там второй генерал Украины заправляет Скоропадский, Петр Скоропадский. Начинается столкновение на Перекопе, на Рабатской стрелке. Делят границы. Потом Украина вводит таможенную войну, начинает против Крыма. Крым затоваривается фруктами, сюда не поступает в следующем количестве зерно. Украина ставит просто ультиматум. Крым должен войти в состав Украины. Здесь активизируется Сейдомет и начинает немцам подавать декларацию о возрождении крымского ханства во главе с собой. В конце концов Сейдомет выезжает в Берлин, везет эти обращения к крымскому ханству и обратно уже не возвращается. Тут скандал с русскими министрами. Что же происходит за нашей спиной? Сулькевича обвиняют в протатарских позициях. Начинается министерская чехарда, уход, приход. Квота сохраняется. Крымские тары там Сейдомет ушел, Кипчакский вошел, но суть не в этом. Там само правительство проблемы. И плюс Украина. Немцам надоело эти, так сказать, крики-вопли. В Киеве предложили провести как бы сказать такое крымско-украинское совещание. Есть протокол опубликованный, хранится вот здесь, кстати, в Центральном музее Таврии. Очень интересное каждое совещание. Крымчане четко ставят позицию «Мы самостоятельный край». Украина предлагает колоссальные полномочия Крыма, кроме там военных кто-то «Нет, мы самостоятельные». То есть что-то вот мне напоминало события 90-х годов, как это все обсуждалось, делалось, строилось. Кончилось ничем, но немцы все-таки заставили утихомириться двух генералов, и как бы таможенная война на время прекратилась. Но здесь другие события. Германская революция. Все, немцам придется с Крыма уходить. Понятно, что Сулькиевич висит в воздухе, с русскими отношения испортили с нами, а то кадеты его уже ненавидят, и он обвиняется в протатарских симпатиях. И вот с уходом немцев в конце октября начинается вопрос, кто дальше Крым возглавит. Кадеты становятся очень мощной силой, благо у них крупные фигуры. Вырисовывается фигура Соломона Крыма, крымчанина, опытного предпринимателя. Его рекомендуется местными самоуправлениями на должность главы краевого правительства. А кого опираться? Виновер Екатерина Нодари ведет переговоры с деникинцами. Войдите сюда войска белых. Появляются тут интересы Антанта Крыма. В конце концов, корабли Антанты входят в Севастополь. Небольшие воинские контингенты греков, французов на территории Крыма появляются. Но добровольческая армия дала очень маленькие вооруженные силы. Надеялись Крыму провести мобилизацию и пополнить эти отряды. Но мобилизация шла очень плохо. Да, офицеры пошли, крымские татары категорически отказались участвовать в мобилизации. Да и население очень туда рвалось. Сначала она была добровольная, потом начали недобровольные методы принимать. Все это вызвало определенное борение, настроение, неуважение. Крымские татары шли просто в оппозицию откровенную к правительству. Соломон Крым не смог найти общий язык. Татары в правительство не вошли в второй крымской правительстве. Здесь были кадеты один социал-демократ, Плехановец и вот тот самый Никонов, социалист-революционер. Правительство хотело сделать демократический образец для всей России. Вот они строили кадетскую такую демократию в Крыму. Но как строить демократию, когда вооруженные силы красиво объявлялись лозунги? Но это все реализовать, к сожалению, не удалось. И с наступлением сюда Красной Армии красивый демократический элемент в Крыму завершился. Красные части армии Абребенко входят в Крым. Достаточно легко его захватывают. Части Антанты малочисленные отсюда уходят по пути, кстати, триханув правительство Соломона Крыма на предмет казны крымского правительства, конфисковав его. Белые закрепляются на Керченском полуострове и вот основная часть Крыма в руках Красных. Что делать? Какого правительства формировать? Тут вспомнили про Дмитрия Леща Ульянова, который всю немецкую оккупацию где-то тихо прожил и в Паторе никого не трогая. Кстати, с ним был интересный эпизод в 17-м году жизнь его сфила с плиткотажанкой Фаиной Каплан. Закрутился у них роман по некоторым данным. Он тут еще как медик посоветовал когда обратиться по поводу глаз ей. Ну, роман кончился не тем, не чем она из Крыма уехала. Кто знает, может быть, мстила семья Ульяновых. Но это так, это из серии отвлечения. Учитывая, что подслеповатые богобратьев такой был. И вот Дмитрий Ильичак его в удивлении вытаскивают из Евпатории и назначает временным главой крымского правительства провозглашенной Крымской Социалистической Советской Республики. Он пишет письма за неимением лучшего поставили меня временное. Разные есть мнения о том, как он управлял Крымом. Одни, что он тихо пил, ничем не занимался. Другий, что умилейший человек подписывал оправдательные приговоры всем, кто к нему обращался. Но, в принципе, второй период он помягче был, чем большевики первого периода. В правительство включили крымских татар, прислали турецких агитаторов, коммунистов, чтобы они тут вели работу. Крымско-татарская пресса большевистская стала выходить. Но тоже были реквизиции. Сложнейшая ситуация с армией, где товарищ Дыбенко, понятно, какого он характера был, как с ним вести дела. Кого-то и к стенке ставили. Вот описал, что это примерное настроение того времени дал Вересаев в знаменитом своем романе «В тупике». Советы только сбрали в Северополе, Севастополе и сбрали. В общем-то, революционные комитеты управляли. Толком ничего тут не успели большевики сделать. Немецкая, ой, немецкая, извините, белая армия переходит в наступление, большевики эвакуируются, Крым захватывается вооруженными силами Юга России. Уже никакие эксперименты тут не проводились. Кстати, у Соломона Крыма были очень плохие отношения с белым командованием. Армия и демократия вещи трудно совместимы. У Соломона Крыма не получался контакт с представителями Деникина в Крыму здесь. Теперь тут вводится, возрождается Таврическая губерния. Значит, главоначальность, да, создается Новороссийская область, главоначальствующий генерал Шиллинг, понятно, какими методами он действовал. Ловили правых, невиновных по обвинению в большевизме, там, кто угодно мог попасть под горячую руку. Кого-то могли стрельнуть, кого-то, татар крымских придавить, никаких директорий, никаких, это очень-очень, партия к тому времени сформировала, стала действовать Мелиферка, национальная партия. Это все придавливается, возрождается Магометанское правление, пресса должна быть только понятно какая, значит, цензура, так сказать, свирепствует, даже взвыли тут меньшевики и эсеры, также диктатура, ну вот, все прелести военной диктатуры Крым испытал. Ситуация очень сложная, военная, вы знаете, в начале прекрасное наступление на Москву, чем оно кончилось, начинается откат частей, Крыму подходит к концу вот 19-го года Красная Армия, ну, слава Богу, повезло, Слащев, знаменитый генерал Слащев, человек, явно талантливый военачальник, который сумел организовать оборону Крыма и очень успешно, с теми силами небольшими, где здесь были, отстоять, так сказать, Крым, ну, потом не зря получил Слащев Крымский, был знаменитый Долгоруков Крымский, который в 1771 году его русская армия вошла в Крым и завладела ими. Вот теперь Слащев Крымский, но он Крымским станет похоже. При этом человек с очень интересным таким характером, сохранились его многочисленные приказы в суворовском стиле, вот так вот, выдавал такие вот интересные вещи. Но Слащев это военный, плюс его пристрастие, кто-то пишет к коголю, кто-то к наркотикам, трудно понять, кем он там был пристрастен, но вел себя иногда очень своеобразно, поэтому, конечно, правитель из него не получился. Шилинг, позор на сдачу Одессы, управлять он здесь не мог, в тылу творится чё знает что, то есть Крым входит в 20-й год с таким полнейшим развалом, пессимизмом, всё очень плохо, вы знаете, что в белом движении кризис, отстранение Деникина, и на сцене появляется очень крупная фигура Пётр Николаевич Врангель, которому досталось от всего, от всей России вот этот маленький Крымский полуостров. Пётр Николаевич был удивительный человек, вот второй человек, вот искренне у меня симпатия к нему вызывается, наверное, единственный из белых деятелей, который понимал, что лозунгами не предрешение, вот победим, потом решим, учительное собрание соберется и что-то порешает, народ со собой не поведешь. Пётр Николаевич был реформатор. К сожалению, достался ему реформа, реформа на очень маленьком колочке, без серьёзных ресурсов, но даже здесь он успел кое-что сделать. Знаменитый его приказ о земле, не зря у него появляется в правительстве Юга России Кривошея, один из подвижников Столыпина, делается попытка провести земельную реформу в духе Столыпинской, с ограничением крупных землевладельцев. Он проводит земскую реформу, то есть пытается развивать самоуправление. У него очень интересная национальная политика. Среди иммигрантов в Крыму оказался отец Востоков с такой жёсткой пропагандой с элементами антисемитизма. Врангельо пресёк мгновенно. Любой антисемитизм в прессе пресекался жесточайшим образом. Газеты просто закрывались сразу же по нему. Потом, с крымскими татарами, он пытался найти общий язык, собирать татарский съезд. Значит, условие одно. Будет всё хорошо, всё прекрасно, самоуправление, всё дам, всё гарантирую. Но, один вопрос, мобилизация. Ну вот тут и всё. Лидеры крымских татар не пошли на союз с Врангелем. Кое-кто из них бежал в леса, и в конце концов судьба их свела вместе с красными действовать. Украинцы. Всем известно, что Врангель совершала, русская армия совершала выходы из Крыма, и часть Северной Таврии была в Врангельце захвачена. Врангель делает очень неординарный шаг. Он встречается, он не бравирует лозунгом «Единая и неделимая Россия», он встречается с лидерами национального украинского движения, они тут имели возможность провести встречу в Севастополе. Здесь возрождается украинская жизнь из украинского населения, не препятствуется. И Врангель уже в самом конце своего правления неожиданно дарует украинскому языку, право, наверное, не с русским. В школах преподавания, публикации, по-моему, из белых это был единственный человек, кто на такую вещь пошел. То есть у него реформаторских идей было много, но очень сложная, еще раз говорю, экономическая ситуация, плюс сложная ситуация в самом белом движении. Казнокрадов, негодяев, мерзавцев Врангеля сюда просто выгнал, чтобы они ему тут не разлагали тыл. Любой, так сказать, бунт в белом движении подавлялся. Казаки, которые эвакуировались сюда, к Кубанске, пытались тут об автономии заговорить, все это для них очень плохо кончилось. Всякие заговоры, движения внутри, он их достаточно быстро и жестко подавлял. Были тут попытки всяких выступлений, это все заканчивалось, так сказать, плохо. Но воровство было, воровство процветало, воровство ходило, хотя в целом жизнь в Крыму была намного лучше, чем в Советской России. Заработно есть данные, сколько тут получал рабочий, достаточно приличный сумм, кстати, больше, чем интеллигенция, чем профессор Таврического университета, который продолжал все это время работать. Тут еще, кстати, в 19-м году прекрасно, был и Крымский архив создан, тут какие-то органы, как ни странно, вот парадокс, гражданская война в Крыму дала расцвет культурной и научной жизни, потому что при обилии Аверченко, Шмелев, писателя, Набоков еще слишком молодой, по-моему, только стихи начинал писать, но, тем не менее, с отцом здесь в Крыму находился в 19-м году. Многие другие журналисты, вот тут при Врангеле такое количество газет, уровня, ну, бумага, конечно, отвратительная была, потому что тут проблемки были, но Эренбург, Мандельштам, тут они, ну, кого тут в Крыму нет, Волошин, тот же очень активный, тут культурную жизнь ведет, куча деятелей, огромное количество деятелей, что-то товарищеский университет притянул, какие-то общества формируются, что-то еще действует, я когда попытался такой каталог крымских газет создать, тут, наверное, штук 30-40 при Врангеле все чего угодно выходило, разные направления, абсолютно разные, но понятно, что военная цензура тоже не дремала, то есть, если ты художественным творчеством занимался, занимайся, но власть ты не трогай, потому что за это ты получишь и будет тебе очень плохо, и понятно, что большевикам тоже доставалось, контрразведка не дремала, появился тут такой господин Кошко, известный сыщик всероссийского уровня, и вот он тут занимался, так сказать, уголовным розыском, генерал Климович тут во главе жандармов, тоже фигура такая, очень серьезненькая, которая тут работала во всей, так сказать, своей красе, но я сказал, что с крымскими татарами ничего не получилось, они, в общем-то, не пошли, с Врангелем вместе формируются в крымских лесах разные группы, тогда еще зеленых, то есть дезертиров, кого угодно, но потихоньку зеленый начинает краснеть, потому что там появляются большевики, вот всплывает фигура такого товарища Макроусова, но начинал не он вообще эти первые части, начинал создавать армянин Бабахан, Бабаханяна его настоящая фамилия, первый командующий крымскими повстанцами, первыми небольшими группками, которые концентруются в лесах, но Макроусов, известный нархист по событиям 17-18 года, десантируется сюда на корабле, целая эпопея, как он десантируется, кстати, там еще очень крупный деятель был, впоследствии известный, который тоже десантируется, Крым, Папанин, он тоже был в этих вот повстанцах, Макроусов через некоторое время возглавляет повстанческую армию, звучит она красиво, там 500 человек целых, но эта армия умудрилась, например, захватить судак, ворвалась, никто из белых не ожидал, ворвалась судак, там единственная глупость сделали сами повстанцы, что как бы вовремя, не вовремя красный флаг развернули, в центр города уже вошли, если бы они шли как отряд, их принимали бы за своих, и никто бы их не трогал, но вот получилось так, что вот эта вот группа, так сказать, сюда вошла, потом, что они Верангелью, самую гадостью небольшую сделали, в Крыму есть уголь, гадненький, бурый, бешуйский копий, Верангель туда начал проводить железную дорогу, чтобы этот уголь можно было доставлять, уже к тому времени был отрезан от донецкого угля, вот, и макроусовцы взорвали, шпалы подожгли, взорвали там все, что можно, копии эти провалили, то есть не дали Верангелю заниматься, в общем-то, вот этим вот производством, кстати, при Верангеле еще одна железнодорожная ветка в Крыму появилась, на перекоп, к фронту нужно положить, от Женкоя пробили вот туда вот ветку и железнодорожную сделали, так что вот события Первой мировой войны гражданская кнестранность по собственному железнодорожному развитию Крыма, вот, такой интересный момент был, но, еще раз говорю, внутренние ресурсы, тут Верангель нагрелся на Польшу, и, казалось бы, была возможность, как бы, с двух сторон Советскую Россию долбить, но кончилось, вы знаете, чем с Польшей, миром, англичане начали тоже какие-то там закулисные переговоры, Франция, кстати, признала де-факто, единственный случай международного признания вот крымского правительства, де-факто признала правительство Верангеля к правительству Юга России, но помощи было мало, мало и своими ресурсами, своими резервами, Верангель мало что мог сделать. Красные, как вы знаете, подвели войска, их было больше даже в численном отношении и в техническом отношении, чем Верангель, я думаю, что Верангель был обречен, то есть, идея Василия Аксенова в острове Крым нереализуема была, ресурсов слишком было у белых мало. И ворвалась, понятно, на территорию, Верангель, блестящая эвакуация, молодец, отлично ее провел, практически все, кто хотел уйти из Крыма, ушел, практически, не буду подробно тоже рассказывать, с минимальными потерями один корабль, кстати, с таким названием, живой, только рвался там под Босфором на скалы, затонул, а в принципе, все, кто хотел уйти из Крыма, ушел. И вот дальше входит сюда Южный фронт во главе с товарищем Фрунзом. Я вынужден уже в заключение обязательно в этот момент определить, что же здесь происходило. Формируется знаменитый Крым ревком, и Крым начинает наполняться всевозможными карательными органами, каких их только не было. Не было флота, но было ведомство морское, которое сюда свою контрразведку притащило, армейские контрразведки, ЧК, последствия ГПУ, вот эти вот товарищи сюда вошли. Глава Крым ревкома был Белокун, сюда же делегировала Москва в качестве руководителя партии госпожу Розалию, она же Самойлова, она же Залкин, она же землячка. Белокун крайне обижен, судьба его известна, что он в Венгрии создавал Красную Республику, Советскую Венгрию. Понятно, что известно, что она была подавлена, озлобленный Белокун, партийная кличка землячки была Демон, тоже многом говорит, вот такое суровое, очень ортодоксальное существо, вот они тут начали заправлять в Крыму, на их фоне какой-то милейший Дмитрий Ульянов, который вернулся с Красными сюда и попал ревком, кстати, пытался найти, что же Дмитрий Ульянов делал в Крыму, знаете, единственное, нашел его следы, где-то там что-то делал, настолько далек был, и что с ним случилось, уже заключая тему этого для меня симпатичного человека, в 21-м году он явился на какое-то партийное свидание в Дрыск пьяным, на него составили документы и отправили в Москву, на этом либерал тут не место был, и очень себя показал неплохо либерал Гавен, который участвовал в событиях 17-18 года, он как ни странно понял специфику многонационального Крыма и пытался в партийной среде сдерживать некоторую, так сказать, дурь от ряда товарищей, но тут же были другие товарищи, которые, кто-то там пострадавший в гражданской войне, инвалиды, озлобленные, эта категория тоже вошла сюда в ревкомовские органы и в партийные органы, и результат озверения, но когда мы возлагаем зачастую ответственность на знаменитый красный террор, который тут был устроен, кровавый, страшный террор, называется белокунный землячка, по моему мнению не они, они, скажем так, идеологи, они могли легализовать приказ прийти на регистрацию, но творили все эти дела вот те самые многочисленные армейские товарищи, армейские, чекистские и прочие, прочие, товарищ Фрунзе, он как-то в тени такой либерал, когда в Крым ходили войска, вдруг объявил амнистию врангельцам, получил за это от Ленина, что ж ты делаешь, какие ты слов им там прекрасные ставишь, не либерал был товарищ Фрунзе, товарищ Фрунзе награждал и армейские части к нам во всей красе привлекались. Стреляли везде и всюду по Крыму, стреляли кого угодно, есть в списке, кто там мог попасть, мог рабочий попасть в железнодорожной ветке, которая строилась при врангеле в Бешуйский копе, врангель устроил, расстрелять, сын писателя Шмелева туда угодил, кто-то из знати, кто на южном берегу не эмигрировал, остался там, вот эти люди пострадали, количество убиенных, очень сложный вопрос. Вот честно вам скажу, я за многие годы работая в системе охраны культурного наследия и занимающийся этой темой, я пытался, то есть известные места расстрелов, они известны, там действительно документами, я пытался найти следы расстрелов, то есть костные останки. Я скажу больше, при оккупации Крыма немецкими оккупантами была создана комиссия по изысканию мест расстрела, вы знаете, они не нашли, хотя же вы были очевидцы, и я их не видел. Вот парадокс в том, что как бы расстрелы были, это факт, но их нет, их реально они пока никак не проявились. У меня есть одна такая мысль интересная возникла, я внимательно почитал Волошина стихотворение, и здесь был расстрелян деятель второго краевого правительства Беспартины Стевена, это для Крыма очень известная семья, основатель Никитского сада, вот у нас библиотека Центрального музея Тавриды, именно Стевена, это отца основателя Никитского сада, и третий Александр Стевен был вот в этом министре, беспартиный человек, технарь был, его расстреляли, и вот жили его родственники, у нас установлен памятник семье Стевенов Симферополя, на его открытии я познакомился с его потомками и спросил, а что же, где же, какова судьба Стевена, он расстрелян был, а мы, говорит, тело похоронили на кладбище. Дело в том, что, насколько я понял, советская, точнее, даже не советская власть, а эвкомовская власть разрешала хоронить, и есть у Волоши на стихотворение, что родственники приходили на место растела и тела хоронили. Вот, у меня такое ощущение, что масштаб расстрелянных, вот там, 100-150 тысяч, это завышенные, значит, цифры. Наш крымский историк Вадим Петров говорил, минимально доказуемая цифра 20 тысяч. Я думаю, что меньшее число расстрелянных, потому что списки опубликованы намного меньше, но, то есть, тысячи точно, тысячи, насколько тысячи, трудно сказать. И, видимо, основная часть, действительно, была захоронена где-то на кладбищах, либо в братских могилах, либо где были родственники, хоронили в отдельных могилах. Вот, возможно, что если какие-то братские могилы когда-то всплывут, при, может, там, реконструкции старых кладбищ, вот, возможно, это места расстрела вот того времени. Вот, куда они ушли, это вот мое такое предположение. Ревком правил мрачно. Люди там были странные. Кстати, белокуну убрали уже в начале 21-го года и следом убрали землячку. Но там другие товарищи оказались, не менее странные. Либералов типа ГВН тут жить-то шибко не давал. Я сказал, того же Дмитрия Ульянова отсюда вытянули, потому что не вписывался в эти дела. Творили тут военный коммунизм. Уже в Советском, в России советская НЭП объявляется, а в Крыму все еще давят военно-коммунистические методы. А тут еще и климатические катаклизмы. И, в общем, Крым пережил такой жуткий голод 21-23-х годов. Причем, опять-таки, его пытались скрыть. Пытались из Крыма направить продовольствие детям по Волжье. Хотя тут уже голодающие были. Порядка 100 тысяч погибших. Значит, это страшно. Мне бы приходилось просто изучать документы. Он написан в романе в эпопее Шмелева «Солнце мертвых». Но есть масса документов. Но я могу сказать, что к тому моменту тут более-менее до центра дошло, что в Крыму должны быть управлять люди более-менее опытные. Вот во главе, кстати, республики оказался Крымской уже созданной Советской Социалистической Автономной Республике оказался тот же самый Говен. Здесь началась работа по борьбе с голодом. Очень успешная, кстати, работа. Были включены различные силы. Привлекли крымских татар. Связь за границей. Очень мощнейшая помощь американской администрации помощи. А раз знаменитая она тут работала. Хотя, конечно, мрак. До людоедства дело доходило. Ну, международная помощь. Голод не скрывался. Голод признавался. Тут работали представители Крыма в Москве очень активно. Миссия Нансена, миссия Попы Римского сюда вот что-то даже пыталась направлять. Немцам-колонистам разрешили из Германии помощь положить. Хотя они в меньшей степени пострадали. Пострадали в основном крымские татари. Зерновое хозяйство маленькое. Барашка съел и чем ему, бедному, жить. Греки пользовались рыбой. Кстати, по воспоминаниям в этот период хорошо шли косяки рыбы. И вот приморские поселки, в частности, эти же самые греческие рыбаки, они, так сказать, благодаря этому улову очень хорошо, ну, не очень хорошо, а могли и просуществовать. Очень сильнейший удар по интеллигенции. Бедные музейные работники страдали страшно, потому что у них продукты зарплаты куции были. Вот крымские татары, я сказал, минимально немцы, но и крымчакское население, ремесленники Красу Базара, очень, Белогорска нынешняя, очень сильно по ним ударил голод. Страшная трагедия, вот до 100 тысяч погибших, из них, из погибших, из них больше, часть, порядка 75 тысяч, это крымские татары. Вот такая вот страшная трагедия. Но, потом, все-таки, НЭП здесь укореняется, Крым входит во уже всесоюзную систему. Да, еще плюс, теперь идет зеленое движение со стороны антисоветской в горах. И вот это со всеми, так сказать, прелестями. Тут начинается свою политическую деятельность Вилий Ибраимов, очень активный такой деятель, который потом возглавит Крымскую республику и будет жертвой одной из первых политических процессов при Сталине уже. Он пытается тут вести переговоры, каких-то крымских татар уговаривать. Но подавили, уже карательный-то сил тут было предостаточно, подавили это зеленое движение, расправились, разделились, зачистили университет, фактически выжили отсюда Вернацкого, который ехал туда в центр. Тут, так сказать, было все предано, но потом уже, слава Богу, после 23-го года НЭП дал возможность развития Крыма, он стал развиваться более-менее нормально, экономически, что позволило, так сказать, обеспечить существование хотя бы с точки зрения продовольствия, каких-то элементарных потребностей. Вот такая, если общая картина событий в Крыму в это время. Какой я вывод бы хотел такой важный сделать? Гражданская война началась не в Крыму, она сюда вошла. Она сюда вошла с Черноморским флотом, вот как внешняя сила. Вообще, вся гражданская война в Крыму это как бы внешней силой управляли. Вначале Черноморский флот, потом Германская армия, потом Белая армия Антанте, потом Красная армия, которая зашла с Севера, потом опять Белая, потом опять Красная. Местные власти пытались формировать какие-то правительства, и вот эксперимент в частности, да тоже Сулькиевич, хотя он правил авторитарными методами, но жизнь здесь была более-менее, это все признают адекватно. И вот потом кадеты там смешивали с грязью, кстати, у него судьба очень трагическая. Он уехал в Азербайджан, создавал там вооруженные части, опыт имел, и когда вошел до Красной Армии в 2020 году его расстреляли. Соломон Крым уехал в эмиграцию, и даже потом еще оттуда помогал Таврическому университету, скончался в конце концов во Франции. В Рангель тоже судьба известная, а многие из тех, кто остался, судьба их тоже известна, где-то они лежат в крымской земле. Но вот этот внешний фактор, он давлел над крымчанами, я не думаю, что вот отсюда бы война гражданская точно не пошла. Но некоторые вот события, о которых я сказал, это вот это крымско-катарское восстание, его последствия, вот эта вот резня, которая там произошла на южном берегу, все-таки показала, что сильная власть, конечно, вот в той ситуации, в начале анархии полной, потом вот этот разгул страстей, она, конечно, бы Крыму не помешала. Симпатичное правительство Соломона Крыма, но это была утопия. Это была полная утопия года гражданской войны. Ее еще потом, кстати, обвиняли кое-кто из белых иммигрантов. Соломон, понятно же, откуда шло. Ах, вот там евреи Винавер, вот они все завалили, они тут большевикам потворствовали, вот они такие негодяи. Ну, искренне хотели создать какой-то образец, но в кодеке женской войны не получилось. Вот такие вот события. Военные действия, в основном перекоп, немножко акманайские позиции, Керченский полуостр, немножко Севастополь, военные действия не главное тут для Крыма было. Ну, мирную жизнь примерно я характеризовал. Хотя вот при белых режимах, при Сосулькевич, не большевистских режимах, жизнь здесь была вполне сносная. Кстати, у Врангеля интересное наказание было, высылка в Советскую Россию. Поплохо ведет, правда, я внизу подозрение, что за фронт выводили и там стреляли, но, тем не менее, такое жесткое наказание было. Вот такая вот история гражданской войны в Крыму в общих и целых чертах. Можно долго говорить, архивы крымские мощнейшие, публикаций предостаточно, документальных свидетельств очень много. Вот том я создал, сейчас же смотрю, мог бы, наверное, еще так, страниц на 200, еще и ошибок поисправлять, которые там, как всегда, образовались. И вести, вести, вести дальше. Вот, эту работу, она, как вы говорите, бесконечная. Можно энциклопедию гражданской войны в Крыму издать, потому что кого тут только не было. Там певец Собином, например, затесался, беднягу в окопы погнали, белые там внутренние смуты были под Ялтой, голос потерял. Ну, что только певцу там в окопах сидеть. Ну, и так далее, и тому подобное. Тема интересная, масса персонажей, обо всех можно очень многое интересно говорить. Ну, понимаете, что время как бы ограничено, серию проводить это тоже сложно. Но общее представление, на мой взгляд, такое. Все, спасибо. Спасибо.